Дорогие друзья, уважаемые телевидеры! Всех приветствую! С вами Петром Рауфи и у нас ежедневный обзор рынка, в течение которого мы разберем ситуацию на рынках. Посмотрим, какие были у нас прогнозы с прошлого раза, сбылись ли они и как цена двигается сейчас. Посмотрим фондовый рынок, форекс-пары и также крипторынок в том числе. И разберем основные новости, какие есть, от чего отталкиваться лучше и в целом что нас ожидает в будущем по разным активам, по разным валютным парам и на крипторынке тоже. Не забудьте обязательно комментируйте это видео, причем потому что мне нужно знать как вам все нравится или нет. И к тому же обязательно пишите возможное название каких-либо активов, которых я возможно не разобрал или же не разбираю и вам бы хотелось на них тоже узнать. Поэтому обязательно пишите и комментируйте. Я жду. Как мы видим на фондовом рынке со вчера в целом коррекция произошла по итогам ретеста блукального максимума, о котором мы говорили на картине S&P 500. Вот с прошлого раза. Но опять же, как и предполагалось, то есть движение все еще консолидирующее, то есть консолидация происходит. S&P 500, конечно же, поскольку такой имеет свою эйфорию из-за стимулов и так далее, но он спустился до рамки вот нижней части границы этого канала. Но Dow Jones, как мы говорили, он более такой реалистичный, он показывает, что цена уже вышла из рамки этого канала и снижение реально было дикое и очень сильное. Поэтому, как и раньше, я больше обращал ваше внимание, что вы обратились для того, чтобы почувствовать именно где вот, когда начало этого страха, на самом деле, на фонда Амрики лучше обращаться на Dow Jones. Почему? Потому что там еще, кроме индустрии, там много интересных факторов силы экономики учтены, а не просто, как S&P, там, где акции больших компаний, которые подняли свою капитализацию за счет стимулов. То есть, да, то есть, тут ложной картины больше на S&P, к сожалению. В общем, по поводу S&P, по поводу сегодня мы еще разберем ситуацию, но посмотрим, что у нас в календаре есть. Мы к календарю тоже перейдем, но не забываем о том, что по поводу сегодняшней темы, по поводу того, что там происходит в Америке и с ФРС, вы сами, наверное, в курсе, что Джером Пауэлл, несмотря на то, что не хочет показывать, что он, на самом деле, нацелен на то, чтобы уже принять такой ястребный тон и начать ужесточение монетарной политики к концу этого года. Несмотря на это, из палаты представителей демократы, как разумеется, просят о отставке Джерома Пауэлла. То есть, они чего боятся? Они боятся того, что, скорее всего, еще рынок труда не восстановился, да, и в общем, инфляция еще не такая высокая. Это как бы то, во что верят демократы, и имеется в виду, что помощи на сиденье нельзя сократить пока. И, скорее всего, это может быть признаком того, что они откуда-то знают, что на самом деле весь рынок уже по факту он знает, что по факту, скорее всего, к концу этого месяца, они, если Джерома Пауэлл будет, то он повысит ставки процентно и, в общем, ужесточит монетарную политику, что приведет к росту доллара и падению фондового рынка. В общем, тут вот такие вот делишки. Исходя из этого, из этой новости, из этого настроения, немножко вот сама уверенность в том, что Джерома Пауэлл на самом деле хочет это делать, и, на самом деле, они это сделают до конца этого года и, возможно, даже раньше увеличивается. И, кстати, этот страх, его уже видно, кстати, и на фондовом рынке относительно. То есть, да, мы по поводу СМП не говорим особо уверенно, причем потому что тут много эйфории, тут много лишних денег заложили. Больше, опять же, мы отталкиваемся от должности. По поводу экономического календаря сегодня, к сожалению, он относительно пустой, но есть данные по Америке по рынку труда в 15.30. По МСК выйдут число первичных заявок на получение пособия по безработице. И, как мы видим, тут идет, то есть, дефицит увеличивается, да? Это классно, это хорошо, но, опять же, вчерашние значения по рынку труда вышли не очень. Это и нормальные, то есть, были. Как вы помните, со вчера мы увидели картину на долларе и по поводу его импульса говорили, да, восходящего, который случился, но затем цена спустилась сильно вниз по итогам того, как произошел этот восходящий импульс, который, кстати, тоже вам покажу. Но, в целом, это было из-за того, что ADP, non-farm, вчера вышли негативные, чем прогнозы. Вот. И, но, в целом, тот импульс восходящий, о котором мы говорили, который, возможно, будет произойти, он произошел, как минимум, более или менее, да? Индекс доллара США. Индекс доллар США, 15-минутный таймфрейм и нисходящее движение по факту пробило локальный минимум, то есть, это по факту вот этот импульс восходящий, который до сюда добрался, цену поднял. А затем цена по факту пробил локальный минимум, это создало определенный страх, но, как мы видим, сейчас оно опять укрепляется. То есть, ситуация, о которой говорилось вчера, по факту оно продолжается. То есть, тут есть, опять же, вероятность того, что технический доллар может спуститься, либо же импульсивно опять протестировать локальные минимумы, да? То есть, есть такой сценарий относительно в голове. А снизится ли он больше, будет ли опускаться дальше, но, как бы, относительно не очень-то и уверенно можно об этом говорить, к сожалению. Тут поддержка, которая протестировалась исторически, она протестировалась недавно, и от него цена отбивается неоднократно. То есть, тут больше боковика видно, вот этого 92.80, 92.40. Но, в целом, то, о чем мы говорили вчера, о том, что по факту цена пойдет вверх, а потом резко спустится вниз и пробьет локальный минимум, это, опять же, из-за вот этих данных. Но отставка Джерома Павела и то, как уже боятся того, что он реально пойдет на повышение процентной ставки, это уже рынков немножко отшатал. То есть, мы видим, и на СНП как бы снижение продолжается, несмотря на боковика, и Dow Jones вообще вышел с боковика. А доллар, как бы, укрепляется, он укрепляется трижды, протестируя поддержку 92.40, по факту. И по поводу, кстати, еще одной новости. Кэти Вуд, вчера вышла, кстати, на наших ресурсах мы эту новость тоже выложили. Вкладывается в Zoom, в акции Zoom. Скорее всего, ориентируется на то, что мы приближаемся к очередним карантинам, неважно, да, то есть, неважно, в каких странах, опять же, мы знаем, что во время кризиса вот эти акции очень классно работали, да, то есть, акции отрасли IT и интернет-пространства, они очень классно работали, и они как раз поддерживали СНП по-своему, чтобы он не падал сильно. Но она вкладывается, то есть, ARK Investment вкладывается в Zoom. И мы видим по акциям, как, кстати, ни странно, после того, когда ARK Investment вкладывается в какую-либо акцию, относительно там, бывают сразу же резкие движения вниз. Но по поводу вот этого гепа, который сейчас открылся на дневном таймфрейме, сейчас я подключу, 15 минутку, по поводу гепа, который открылся здесь, и по факту цена дальше не пошла вниз, но она укрепилась над вот этим историческим минимумом, который здесь, да. Соответственно, это уже, мне кажется, хорошая новость. Возможно, цена тут будет колебаться, создавать какие-нибудь там расширения или же консолидацию, но затем, скорее всего, на закрытие этот геп пойдет. И сам факт, что, ну, большой фонд, опять же, ARK Investment вкладывается в такие акции, оно само по себе в среднем сроке может перевести к тому, что хотя бы само может закрыть этого гепа. В общем, есть такая идея по поводу акций Zoom и исходя из вчерашней новости. Переходим к Forex парам, друзья, и посмотрим, что нас ожидает. По S&P, по должностям, мы уже сказали, что по факту цена должностей уже ниже боковика, это не очень радует S&P, амплитуду тоже теряет, максимум снижается, но с 4520 в целом это отметка, которая, если пробьется импульсивно, то это хорошо, если цена под ней закрепится, то не очень круто будет. Обращайте на это внимание. Исходя из того, что мы сказали по поводу индекса доллара, который может все-таки создавать какие-нибудь нисходящие импульсы, затем подниматься снова, то тут и по евро видно, и по GBP, и также по австралийцу, и по новозеландцу, что у них есть определенный потенциал создания вот этого восходящего импульса в ближайшее время. Можно ли им воспользоваться? Пользоваться ли ей как диапазон риска? Опять же, это исходя из того, что вы шортите их или покупаете. По евро 1.1860, как обычно, а со вчера, кстати, цена отбилась от отметки целевой, от отметки целевой, от отметки круглой, то есть та психологическая. 1.18 даже поднялась по факту до целей и даже выше целей. GBP тоже со вчера поднялся на фоне вот этого снижения доллара, который произошел из-за релизов. Ну, и мы видим, что он не пробил локального максимума, он ниже еще локального максимума. По евро ситуация приблизительно похожа. Пойду ли они дальше вверх, может, будут какие-то восходящие импульсы, но ребята вставить на покупку сейчас, мне кажется, не очень хорошая идея, если мы внутри дня торгуем. А по австралийцу тоже, кстати, есть вот потенциал дальнейшего импульса, но 0.74 максимум, а по новозеландцу, наверное, 0.71. 1. Это очень космические отметки, которые я выбрал, очень не ортодоксально, очень неконсервативно. Поэтому имейте в виду, что, скорее всего, возможно, до них тоже могут не доподняться, а просто импульсивно до половины дойти, а потом снизиться. Или же просто начинать консолидацию. На основном он очень пустой, по доллару США есть новость, которая, скорее всего, будет позитивная. Поэтому ставлены на их непокупки сегодня, сейчас, в течение американской сессии или европейской сессии, мне кажется, не очень. Но импульс восходящего времени европейской сессии возможен. То есть он может произойти. По серебру, по защитным активам, по серебру и по золоту. По серебру и по золоту. Сабчера консолидация продолжается, кстати, в рамках диапазона, который мы дали, кстати. Они все еще в рамках этого диапазона продолжают двигаться. Дошли до середины, от середины уже не опиваются, они прорывают середину, смотрите, и они просто тупо уже амплитуда снижаются. Мне кажется, может быть какое-то нисходящее движение какое-то, но и вероятность восходящего импульса тоже не исключаем. Скорее всего, в случае, если будет восходящий импульс, который закончится под 1820, то это просто сигнал того, что цена может в дальнейшем, в короткосроке продолжать снижение в рамках этого канала. Обращайте внимание, что накопление тут внизу идет. То есть восходящее что будет, если что-то и будет, то оно, скорее всего, импульсивное, и оно, скорее всего, закончится последующим разворотом вниз. По поводу серебра, ситуация относительно похожа. Тоже локальный максимум 24.20, и цена тоже не поднимается выше отметки 24.20.17 приблизительно. Не поднимается. 24.17 или же 18, или же 24.20.26, приблизительный диапазон, который может протестироваться импульсивно. Если это произойдет, это признак того, что, скорее всего, сценарий наше будет о том, что цена максимум протестирует и дальше спустится вниз. Это, опять же, в картках сроки, то есть это дело не идет о среднем сроке. Расширяющаяся информация, о которой мы говорили, кстати, продолжается, ребята, в среднем сроке, то есть расширение в среднем сроке, которое, наверное, разносит всех, кто открывает там недельные, какие-нибудь двухдневные, трехдневные сделки по защитным активам. По золоту нету этого такого сильного расширения, но оно тоже разносит довольно хорошо и не дает понять, что там с ценой. Но тут накопление по золоту и тут накопление по серебру, скорее всего, по итогам следующего импульса, если оно будет, это гораздо лучше. Если вы даже шартисты, то пусть этот восходящий импульс произойдет. То есть, если он произойдет, это гораздо лучше. Причем потому, что затем будет, скорее всего, снижение, и это снижение может продолжаться до середины каналов, которые произошли, сформировались на картинах этих двух активов, на графиках этих двух активов. По поводу нефти, как мы видим, ситуация относительно похожа, кстати. Боковик продолжается, движение. Вчерашняя встреча ОПЕК, как мы видим, привела к тому же цена, пошла вниз. Но обращайте внимание, что нефть в средний срок не особо и ослабевает. То есть, все еще основные моменты, которые касаются тому, что в целом кризис не закончился, с одной стороны, какой, имеется в виду, погодный, который в Америке, в США, штормы и так далее. И то, что сейчас происходит в целом в Средней Азии, оно само по себе может эскаляться, может произойти в любой момент. То есть, нефть не очень плохо смотрится. Единственное, что как бы 68 долларов 50 центов, если она прорвется импульсивно в ближайшее время, либо если цена на дне не укрепится, то это не очень хорошо. Обращайте внимание, у нас 68, скорее всего 50. 68,50. И в случае, если импульсивно протестируется, цена не очень хорошо. Затем, скорее всего, будет снижение. А так, если укрепление будет на 68,50, то это будет. И по поводу биткоина, по поводу эфириума. Надеюсь, посмотрели вчерашние эфиры. Коррекция нисходящая совершился по биткоину, но, как и говорилось опять же, смотрелась она хорошо. То есть, с утра, если вы помните, по поводу биткоина, по поводу эфириума, были такие заявления о том, что по факту они смотрятся хорошо, несмотря на то, что вот коррекционное движение совершился, которое показывало на снижение максимумов, но все равно цена пошла вверх. И 50 тысяч сейчас тестируется. Возможно, друзья, это последний импульс, который протестирует в дальнейшем 50 тысяч, снова и 50 тысяч 400. Поэтому, в случае, если произойдут эти ретесты, и же цена формирует какие-нибудь фракталы, или же консолидацию в этом районе, то это может быть признанного того, что-то оно может на время выйти из этого восходящего движения. Поддержка 49 тысяч 400, или же 49 тысяч 49 тысяч 300. 49 тысяч 49 тысяч 300. Поддержки по итогам очередного укрепления, над которыми, скорее всего, можно будет заниматься покупками. Но имейте в виду, что если мы после этого ретеста получим поджатие к этим отметкам, 49 тысяч и 49 тысяч 300, то это не очень хорошо. Это может быть признаком того, что цена может еще покупателей нынешних сбросить. То есть сбросить импульсами аж до 48 500. В случае, если он будет поджиматься к 49 349. Поэтому, если такая картина будет, то это не очень классно. А так, в целом, сейчас тоже все довольно классно смотрится. Импульс восходящий, скорее всего, будет произойти. Но затем, что будет, затем нужно посмотреть, как свечи себя ведут. По эфириуму тоже ситуация, на самом деле, довольно хорошо пошла. И NFT, кстати, поддерживается новостным фоном. Эфириум, извините. Эфириум поддерживается новостным фоном о том, что вот эти NFT-токены, они пошли, вообще, как бы взорвали всех. И у них прям такая конкретная продажа пошли по этим NFT-токенам, это невзаимоизменяемые токены, которые на один раз, да, то есть у них одна цена и так далее. Но они распродаются очень классно, но они все разработаны на основе эфириума. Поэтому и эфириум, у него есть прям новостной фон, о котором мы постоянно говорим. То есть эфириум, вот не вчера не смотрелось плохо, а не позавчера он не смотрится плохо. А биткоин немножко нас пугал вчера, но эфириум нет, он смотрится и до сих пор хадово на хорошо. И 3700-3600 пустые, возможно, в будущем, скорее всего, протестируются. Если поджатие к этим отметкам будет, то покупатели могут разнести, наверное, аж тех, которые когда-то заходили на 3500. Поэтому на это обращайте внимание. Лучше, чтобы мы тут не получали никакого поджатия вниз или консолидацию после ближайшего импульса, которые будут здесь накопления, затем, скорее всего, будет импульс, который по итогам завершения, который, скорее всего, цена снова пойдет вверх или продолжит консолидацию где-то здесь. Но в случае, если получим поджатие вот этих свечей, снижение максимумов, поджатие к 3700-3600, это может быть при этом того, что, скорее всего, последующий импульс может разнести те, которые зашли недавно. Поэтому на это обязательно обращаем внимание. Друзья, спасибо, что посмотрели сегодняшний фильм. Надеюсь, что он вам понравился. Не забудьте обязательно подписывайтесь на наш канал. На нашем канале есть много разных эфиров, видео, материалов, которые вы можете пользоваться с целью торговли. И кроме того, что вы подпишетесь на наш канал, обязательно в случае, если вам понравилось все видео, лайкайте их и не забудьте нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе, какие еще, возможно, выходят обзоры у нас на канале. До следующей встречи, до завтра. Всем хорошей торговли. Пока.